Висит груша, нельзя скушать, да, Рокси? И лизнуть нельзя, и запрыгнуть на коленочки нельзя. Даня, в общем, сейчас поедет за мамой, за своей мамой, привезет ее сюда. Ну, побудет полтора денечка, там, сауне, погреется. Мы уже вроде более-менее так окремались уже. Почти и насморка у нас нет, и, ну, подкашляем еще немножко, но не страшно. Вот, так что привезет ее, надеюсь, нормально будет все. Погода сегодня вообще неплохая в плане температуры, да, там плюс 10 сегодня вдруг, откуда это вообще взялось? Такой туман красиво, вот. Но вот мы сегодня гулять ходили, я даже ничего снимать не стала, потому что дождь капал, но мы все в непромокаемой одежде. Поэтому нам до лампочки, да, Рокси? Только Рокси вся была мокрая-мокрая. Я потом домой пришла, ее теплой водой помыла, вот, в плед укутала и к батарее, ну, к радиатору, к этому. Так, давай, кстати, подвинем лежанку твою. Вот, куртки сохнуты, так развесили. Ой, шапочка упала. Вот, короче, так вот. Дождливый денек, поэтому я даже не стала настаивать сегодня, чтобы Тема сюда приехал, потому что действительно делать ему нечего тут особо будет скучать. А нам нравится, мы любим на природе, да, Рокси? Мирон, Рокси, уже все смешались в кучку. Сижу, пью чаек сейчас. Чем еще заняться в такой пасмурный день? Вот, часа, наверное, через три, да, они уже с мамой приедут. Надо что-то приготовить. Сейчас полы еще помоем. Вот, а вечером, если дождя не будет, то будем жарить ребрышки, поиграем в покер, сауна. Не знаю, чем еще тут сегодня заняться. Ну, и мне надо помонтировать немножко еще. Артемка к нам не приедет. Сегодня еще раз с ним общалась, говорю, ну, давай, давай к нам сюда. Хотя бы денечек один проведешь вместе, как бы, ну, хотели захватить Тему и маму вместе привезти сюда. Ну, не хочет, как хочет. Он нам хочет поиграть в комп сегодня. Вот, с друзьями он ездил куда-то в тир. Стреляли там по мишеням. Куда-то зашли покушали. В общем, своя подростковая жизнь. Вот, ну, за Тему я не переживаю. Он у меня парень сознательный, самостоятельный. Так что нормально все. Вот, на связи держимся. И показывает, как дома. Дома все чисто, все он моет. За собой убирает и готовить успевает. И показал мне, прошелся по квартире. В общем, там все прекрасно. Так что, ну, заставлять не будем. Он никогда особо не любил выезды на природу. Вот, не его эта тема. Ему надо куда-то в кино, там, на какое-нибудь представление, какое-нибудь шоу, какой-нибудь в идеале вообще ресторан. Да? Все, что касается покушать, вот это вот на первом месте. Так что, он там кайфует, что мы ему заказываем еду готовую. Вот, ему доставляют, он кушает. Ну, вот, вчера что-то готовил там уже. У нас тут ленивый отдых. Мы уже послезавтра поедем домой. То есть, сегодня вечером мы еще здесь. Завтра весь день. Завтра должен быть тоже дождик. Ну, вроде как бы не сильный. Ну, будет влажно. Не знаю, получится ли нам мясо дожарить. А то будем дожаривать на сковороде. Такими темпами. Вот. Завтра мама останется здесь с Мироном, видимо, в доме. А мы с Дани съездим. Тут по окрестностям нравятся эти места. Природа, вообще ландшафт здесь красивая. И думаем, а не посмотреть ли тут участок. Вот, есть несколько вариантов на примете. Хотим просто съездить, взглянуть как бы своими глазами. Какая земля, как что. Вот. Ну, пока без особых планов. Просто любопытство такое. А там посмотрим. Интересно, кто-нибудь еще, кроме меня, с собой съемные дома берет ведро со шваброй? Просто интересно. Мне в прошлый раз здесь очень не хватило швабры с ведром. Вернее, швабра была, но такая дурацкая. Короче, какая-то губчатая. Не знаю, мне вообще не понравилось. И ведра не было. И, в общем, приходилось ходить по этому полу пыльному, где крошки. В общем, неприятно. Особенно, учитывая, что в доме дети, которые то крошат, то еще что-нибудь испаряют. Пыль собирается все-таки на 5 дней тут. Вот. В общем, прихватила с собой вот такую штуку. И очень даже неплохо. Благо, что на машине, поэтому можно с собой хоть весь дом увезти. Так, здесь у меня уже все чистенько. Красота. Что можно делать в такую погоду? Только спать. Да, Рокси? Еще и возле обогревателя. Так вообще красота. Да, Роксюх? Патрулируешь тут, что ли? Лежишь в окошко, смотришь, да? Патрулируешь территорию. Молодец. Дождь такой. Все мокрое. Ну, сегодня прям супер осенняя погода. Открыла дверь. Сейчас, не знаю, слышно, нет, как дождь моросит. Патрулирую. Патрулирую. Мы взяли книжку сейчас для обучения рисованию. Мироша решил с простенького начать. Мама, а может быть ты мне будешь помогать? Ну, давай. Смотри. Сначала нужно нарисовать вот такие две палочки. И вот так пушистую такую крону. Мам, давайте ты будешь рисовать пушистую крону, а я ствол. Я думаю, ты спокойно справишься сам. Смотри. Я ствол не умею. Срисовать просто нужно. Бери карандаш. Вот просто смотри, как нарисовываешь. Раз черточка, два черточка и все. Давайте сначала вот это нарисуем. Такая темнота на улице. О, включилась подсветка. Ждем наших гостей. Вернее, только одну гостью. О, вот так лучше видно. Рокси опять за лазерной указочкой бегает. Мироша, ну ты можешь нормально ей водить? Она же даже не успевает увидеть. Такой ветер поднялся. Ну, в целом тепло. Но что-то я как-то не очень тепло оделась в тоненьких таких штанах. Пришли с Мирошкой с улицы. Никого не дождались. Немножечко продрогли, потому что влажная такая погода. А я ориентировалась на градусы. Что там сегодня плюс 10. В общем, совершенно не оделась. Вот как выходила в футболке, в домашних брюках. Так, короче, вот на куртку просто накинула и все. Фу, замерзли. Зашли сейчас в сауну. Будем просто греться. Да? Здесь подождем уже тогда Даню с мамой. Ой, как хорошо, как тепло. Любишь сауну, Мирош? Капец. Нравится? Капец люблю. Вот бы нам в квартиру сауну. Классно было бы. Ну вот, гости подъехали. Уже успели замерзнуть в сауне, посидеть. Только дождались. Рокси в шоке вообще. Встретила сейчас тут слайм. Так, вот у нас очередная порта. Мясо, ребрышки. Вот уж подстава. Посмотрели прогноз погоды, что в течение двух часов тучек нет. Там на карте Яндекса погода. Тучек рядом нет. Все, небо светлое, значит, все нормально. Думаю, два часа у нас есть, чтобы пожарить ребрышки. Только вот этот огонь разгорелся, и у нас полил дождь. Причем такой хороший дождик. Я вот даже стою тут на террасе, и как-то желание нет спускаться вниз. О, вот видно, даже в камере видно, какой дождь. Очень хочется, да. А ребрышек так вообще очень хочется. Давай, побежали. Побежали, побежали. Давай. Пошла, 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 пошла. Пуля. Где ты есть? Пуля. Нет, давай туда, вон, беги. Давай скорее. Зарядочка. Где ты? Рокси. Скорости, да? Торпеда. Короче, Даня сказал, что если что, будем дожаривать ребрышки на сковороде. Сейчас вот если дождь еще будет так лить, я не знаю, выдержат угли или нет. Жар от такого уже, наверное, не будет. Ну, как будет, так будет. Сковородка есть, так что? Будем выкручивать. Ой, поливает. Вот такая у нас красота получилась. С революбком. Всем приятного аппетита. Мирошка, Мирошка с нами пока еще не сидит, он свое покушал. Мирошка еще не созрел. Новый состав у нас за столом. Да. Рокси, тебе вообще мимо. Иди, иди мимо. Тебе сюда не надо. Все. Ты уже свое поела. Здесь у нас ребрышки. А здесь у нас котики. Пришли на запах. Мяу, говори. Ой, о боже, ну что вы за лапушки такие нежные. Ой, красавчики. Фотогеничные. Вы на камеру, что ли, работаете? За шашлык. Ну, представляете, да, как? Хороший. Кис-кис. Ой, какой ты хороший котик. Ну, заходи. Заходи, не бойся. Где садаки? Кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. Сойдешь? Мурчит. Заходи, кошелик, заходи. Кис-кис-кис-кис-кис. Да надо же. Осмелел. Видишь, как тут пахнет? Тебе осмелел. Рокси не видит, что ли, кота? Рокси. 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 Ну, котики и котики, да? Я уже тут тискаю котика. Он даже не смотрит. Пустила дружочков, молочка дала. Русульки. А Рокси да лампочки. Ее там больше ребрышки интересуют. Да, тот вон на улицу уже ушел. Этот все никак не наестся. Сколько можно треснуть? Единственный деревни дилер электроники. Разделите с ноги, можно? Все, Рокси. Ты умница? Ты хорошая девочка. Молодец. Молодец. Такой хороший котик тут. Реально, это хорошее дело. Там поместное для тела. Гости к тебе пришли, да? Гости к тебе зашли, мохнатые. Причина, не любят. Почему?